Добрый день, друзья, рыбаки и охотники, и также подписчики моего канала Охоты Рыбалков Тайки Коми. Меня зовут Мендроль Александр. Сегодня хочу с вами поделиться своим новым приобретением для охоты. Все уже знаете, что у меня есть оружие. Это МР-155 с 750-м стволом и ИШ-54. Да, стволка, горизонталка, старенькая, 65-го года, упуск. И давно мне уже хотелось приобрести нарезной карабинчик, нарезной ствол, чтобы у меня был. Прошло уже у меня 5 лет, я сразу же сделал лицензию, пока находился в отпуске. Приобрел себе мелкашечку, которую уже очень давно хотел. Калибр 5,6 или 22 ЛР. Все уже поняли, что это за мелкашка. Это Чезет 455-й Форест Эдишн. Переводится как для леса, оружие для леса, для охоты. Исполнено на капустском варианте, поэтому имеет герб Российской Федерации на колодке. И серия выпуска идет с одного. Например, номер начинается с единицы. Это для России производство. Ствол выполнен методом холодной ковки. То есть он черный, стол черный, не хромированный. Хромированный ствол я не стал брать, что-то побоялся, вдруг ромбут отлетать. Я еще что-то так с людьми пообщался, у кого какие проблемы бывают тоже. Так, главные критерии для мелкашки у меня были длинный ствол, чтобы стрелять на дальние дистанции. Поэтому исполнение стандарта я не хотел брать. Также исполнение люкс еще существует. Примерно стоит так же, как Форест. Ну, не знаю, что-то Форест мне больше понравилось как-то. Ложа у него сделана из ореха. Вес винтовочки 2,9 кг. В принципе, не такая она и легкая. Общая длина винтовки 1085 мм. Длина ствола 630 мм. Самый длинный ствол, который можно приобрести. Также идет мушка у нас светонакопительная. С регулировочными винтами. Которые под круткой вверх-вниз. Можно отрегулировать высоту мушки. Вот этот чехол, кожух для защиты мушки. Его можно снять, если что. Он идет на салазках. Как я вижу. Винтовка очень классная. Нравится мне, конечно. Самый главный критерий также был, кроме длины ствола, это целик ползункового типа. Который можно переставлять от 25 метров и до 200 метров выставлять дистанцию, если не пользоваться оптикой. Затвор. Затвор, говорят, маузеровский. Заводится все отлично, но пока она еще немножко грубоватая. Нужно разработать. Поставили на предохранитель. Предохранитель типа флажкового типа, я так понимаю, издает характерно щелчки. Очень туговатый пока еще. На этом усоверении он разработается. Поставили на предохранитель. Увидел птицу или мишень. Аккуратненько снял. Или если бесшумно, попробовать можно вот так. Постоянный предохранитель снял. Более бесшумно получается. Так, теперь что мы? Снимем затвор. Для этого мы поднимаем рычаг вверху, нажимаем спусковой крючок и вытаскиваем затвор. Вот он сам затвор. Винтовку я еще не чистил. Как она с завода есть, с магазина такая есть. Сейчас время придет, ее почищу полностью. Вот такой затвор у нас. Магазин у нас имеется на 5 патронов. В принципе, мне его хватит. Также можно докупить еще на 10 патронов. Я не знаю, есть ли смысл от этого. И также он стоит, конечно, очень дорого. Для того, чтобы вставить обратно затвор, нужно нажать на спусковой крючок. Каналомаш на спусковой крючок. Вот там вот в шахте идет подъем такой. Он опускается. Это сам УСМ стоит. Типа бойка. Он опускается и потом вставляет в сбор. Спусковой крючок очень мягкий. Холостой ход. Вообще минимальный, буквально миллиметр-полтора. И уже выстрел идет. Я думаю, это для более точной стрельбы сделано. Но, судя в описании, как в интернете читаешь, для этого есть. Для более точной стрельбы. Русская версия. Все-таки для иностранцев делают так. Как через этот малар, например, за ствол. Курки, спусковые крючки очень тугие. И поэтому можно и промазать, конечно. Здесь же он мягкий и нежный. Если что, еще пружинки продаются для УСМ из лесмены. И также УСМ другая модификация тоже вставляется. Продается отдельно, знаю что. И он вообще более такой щуткий и настраивается. Как холостой ход, так и нажатие самого. Вот такая вот винтовочка. А теперь, ребят, поговорим, для чего мне нужна эта винтовка. Самое главное, соответственно, это охота. Охота на птицу. В основном, рябчик, тетерев, глухарь. Что будет? Также на пушного зверя. Это куница. Белка, в принципе, не стреляю. И также пострельба по мишеням, соответственно. Но с мишенями, конечно, идет загвоздка. У нас, в принципе, негде стрелять. Нет специальных труденных для этого мест. Нет полигонов. Для пристрелки и стрельбы с оружием. В общем, дело. Если пристрелить в ИСУ, как все это делают, не знаю. Как бы это нельзя, по закону. Ну, посмотрим. Будем с этим делом всем справляться. Что мне для этой винтовки еще нужно будет купить? Соответственно, это ремень, который я уже приобрел. Вот такой вот мягонький. Широкий, мягкий ремень. Само одно носитель, чтобы плечи не наставали. С таким вот интересным. Необычный, как бы, этот застежка на ремне. Вот такая вот. Скидываешь и надеваешь. Все нормально, удобно. Также нужно для нее будет приобрести еще кронштейн с кольцами и оптический прицел. Но пока я буду стрелять с механики. А оптика мне пока не нужна будет первое время. Надо пока стрелять на все виды дистанции и без оптики, чтобы знать, как она стреляет. Нужна пристрелка или не нужна. Хотя, судя по паспорту, у нее кучность полтора сантиметра на пятьдесят метров. По пристрелке. Покупал ее совсем недавно. Буквально неделю назад, что ли, или десять дней назад где-то я купил. Сейчас еще жду пока разрешение, когда дадут. На оформлении стоит у меня она сейчас. Ствол здесь вывешен. Сейчас вам это покажу. Вот, берем бумажку. Так. Пятитысячные купюры у меня нет, чтобы так проводить. Вот бумажка. Проходит до патроника. Ствол увешен здесь. Свободно заходит. И уходит. Вот так вот. У тебя заметьте, это картонка, а не тонкая бумажка купюра. Так вот. Так. Следующая. Кроме оптики, еще мне нужен будет на нее хороший чехол. Но чехол я же приобрел, как и ремень вместе. Заказался в интернет-магазине, он мне уже пришел. Поэтому сейчас вам тоже покажу соответственно. Чехол мне нужен был жесткий или полужесткий. И чтобы можно было вмещать винтовку вместе с оптикой туда ложить. Походя по магазину, по нашим, я такого ничего особо не нашел. Поэтому пришел здесь искать в интернете. Сейчас я вам покажу. Вот он, парни, чехол. Сам для этой винтовки полужесткий. Размер его 112 на 27 сантиметров. Подглядываю, потому что можно не забыть. Роман большой идет. Для чего-либо положить сюда те же самые хищные средства. Можете положить и что угодно. Или оптику один. И сам чехол такой вот размером. Сейчас винтовку у него положу. Сами видите. Так как длина винтовки 1085, а чехол идет 112. И он приходится как бы втюкельку втюкельку в ходить. Чехол фирмы Акватик. Диод, кажется, город Курск. Там фабрика по ним идет полужесткий. Вот такой вот он. Подушки внутри мягкие, которые также можно снимать. Если что, вдруг вот замок истагиваешь, вот она идет. И внутри идет пластик синего цвета. Если что-то вдруг не влезает, в принципе, можно подушку эту снять внутреннюю. Так, положим нашу винтовочку. Чехол это самое главное, что нужно купить сначала. Вот она подлиннее входит. Все отлично. Вместе с ремнем. В будущем оптика еще будет здесь стоять. В принципе, она спокойно влезет. Сами видите, вот это расстояние большое. Как бы такая вещь тоже нужна. Так, винтовочка, видите, свободно лежит. Замок пока еще не разрушился. Можно, в принципе, еще немножко смазать молнией маслом. Все, четко вышло. Вот такого чехол для винтовки. Фирма Акватик. Кому, если интересно, многие говорят, как бы снимай обзоры на свои вещи, которые приобретаешь и покупаешь. Ну, как бы, да, это будущее, наверное, дело со временем. Если фирма нормальная, магазин нормальный, можно искать об ней тоже. Вот такая вот, получается, штука. Винтовка в чехле. Штатанки крепкие, прочные, удобные. Переносить. Следственно, от винтовки уже не надо ремень скидывать и прицеплять на чехол. Ну, и ручки для переноски тоже, если что. Для переноски до машины колеблется. Входит она точно. Еще немножко, сантиметра 3-4 где-то запаса остается. Вот винтовка. Вот так вот. Разбирать винтовку сейчас не буду. Это как-нибудь потом сделаю. А так снимаешь в магазин, снимаешь затвор. Ничего сложного там нет. Далее откручиваешь вот эти два винта. Вот этот и вот этот. Звездочка. Снимаешь скобу. Отделяется ложе от ствола с патроником вместе. Все, в принципе, ничего сложного нет. Далее еще ствол и все. Кстати, шумбол я уже тоже приобрел с вершиком. Полный набор для этого. Вот осталось только артический пристол приобрести. Соответственно, патроны. И, наверное, все. И потом уже можно идти уже на охоту. Но на охоту я с ней пойду еще очень не скоро. Это будет только осень. Сейчас даже, по идее, весной даже с ней не пострелять будет. И не получится даже пристрелять и посмотреть, как она вообще стреляет. Жалко. Сейчас у нас 20 числа апреля. Соответственно, стрельба с винтовки в это время запрещена. Даже если охота весенней откроется, все рыбу запрещено. Пострелять я с нее смогу только не раньше весенней охоты. Летней осенней охоты. Вот такие вот дела, ребят. А сейчас готовлюсь к утиной охоте. Открытие у нас с 5 мая по 14 мая включительно. Путевку я уже взял на соседний наш район. Именно под горном я не буду охотиться, потому что здесь как бы слишком много людей. Как бы сеть особо негде. Ну и утку буду тоже шугать, пугать. Особо насадиться здесь не будет. Чичила у меня остались. С прошлого года я приобретал 12 штук. Может быть еще пару штук докуплю. 2-4. У меня кряку не хватает. И все. Будем охотиться. Построим шалаш. По-нашему караулка называется. Будем сидеть. Манке я приобрел. Духовых пару штук. Точнее, один на кряку и один на щирков. Щирок, потому что утка у нас здесь тоже очень распространенная. Щирок-систынок. Например, щирок-трескунок. У нас очень редкая утка. В жизни я только одну всего добывал. Еще одну видел. Брат у меня младший добывал тоже. Это было там, на севере, на крайнем. Здесь же под Ставкаром я этих пока уток еще не видел. Основная здесь утка пролетная. Это будет кряква, свись, шелохвост, хохлотая черенть, гоголь. Это основная массовая утка. А также щирок-систынок. Ну, периодически еще луток будет залетать, соответственно. Может быть, крохоли. Но крохоли прилетают очень рано. Они не из первых уток. Самая большая утка вот такая вот. Кстати, заметил, многие говорят, что крохоли есть невозможно. Рыбы дают. Парни, добывал штук 15 в жизни, не меньше. Может, 20, даже не знаю. Еще ни один не пах. Готовил с ним вот такие вот блюда. И с картошкой, и супы делал, и с рисом, и плавы делал. Все получается отличие. Никакого запаха нет. На вкус утка как утка. Ничего такого нет. Что кряква, что кроха. Разницы нет. Может быть, у вас там они питаются чисто рыбы. Так не знаю, сколько ни стрелял их осенью. Весенние, правда, ни одного не добывал. Может быть, весенние и пахнут. Ну, не знаю. Но осенние нет. Это могу точно заверить. Кулуток тоже самое. Он также питается рыбой. Это основная его пища рыба. Рыба-рыкушка. Тоже не пахнет когда он. Кроха большой тоже нет. Вот так вот. Даже бывало кряква стреляя, в зуби находил мальков. Так что тоже вся утка питается и рыбой, и все, что попадется. Вся биология, вся любая органика, всем этим не питаются. Вот так вот. Так что такая винтовочка у нас есть. Здесь я первое нарезное мое оружие. Почему мелкашка 5,6 или 22 АЛР? Потому что крупные калибры мне не нужны. Я лосей не стреляю, медведей тоже не стреляю. Кабунов у нас практически нет. Если что, для них у меня есть пятизарядка и двустволка. А мелкашка для меня будет само то. Ну и плюс здесь шевизна патрона. От 9 рублей плюс скидка 10% с магазина, если что. То есть за 8 рублей я могу покупать патрон стандарт. Ими я в основном и буду стрелять. Производство здесь Чешская Республика написано. То есть они в России собирают. Хотя кто-то говорил, что они собирают трусы, но не знаю. Маден, Чехия, Республика. Вот так вот, парни. Ладно, на этом буду свое видео заканчивать. Кстати, я меня тоже на Акватике заказывал. Сайт Акватик. Кому интересно, ссылку я под видео оставлю. Если нормальные вещи, я буду рекомендовать своим друзьям тоже. Так что смотрите, пошил и все отлично, все нормально. Про чехол могу сказать то же самое. Пошил понравился. Ну все, ребят, давайте всем счастливо. До новых встреч. Встречимся уже на охоте. Охота у нас с 5 мая. Постараюсь впасть на открытие, если получится. Соответственно, работа может и не получиться. Но если что, потом выйду все равно как-нибудь. Хоть пару-то охотов надо снять. Все, давайте, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok